здравствуйте дорогие друзья вы смотрите и слушайте народное славянское радио виртуальной студии нахожусь и алексей орлов и игорь bio патриот доброго здравия тебе игорь здравия алексей друзья в первой передаче мы поговорили вообще о том что такое здоровье что такое во всех смыслах трезвый образ жизни осознанность немножечко коснулись методики которую игорь ну не знаю изобрел не забрел на всех случаях применяет жизни про его производство чуть-чуть коснулись пока еще не разбирали глубоко я думаю что как-нибудь до этого дойдем но поскольку мне важны всегда первичные основы то есть мировоззренческие цель да для чего мы это все делаем что из этого получится то первую всю передачу игорь как раз этим вопросами то и мучил ну и теперь мне хочется углубиться в такие вопросы например как можно при помощи вот той методики которую ты продвигает жизнь при помощи этого мировоззрения которые в твоей методике заложено например подойти к таким очень важным вопросом как самоуправление народа власти как можно вот выстраивать взаимосвязи в этом самоуправлении в этом народа власти и вообще возможно ли самоуправление народа власти в наше время сто процентов возможно то есть для меня понимание власть равно влияние это равно жизнь то есть если человек вообще живой он на что-то влияет он владеет владеет своими руками да то есть умеет управлять руками может в руки взять определенный предмет может через него влиять на мироздание да может какие-то действия опять же осуществлять да и влиять по мере своего развития по мере своего взросления становления мы учимся до взаимодействовать с определенными объектами какими-то физическими процессами явлениями да там а вот и мы расширяем свое влияние и власть вот далее то к чему исходное я считаю должен стремиться человек это власть над собой власть над собой наивысшая власть за то к чему стремлюсь я вот и чудеса того микрокосмоса который у нас в организме происходит внутри каждой клетки биоинженерия которая превосходит там просто на порядке ту инженерию ту технологию которую мы сейчас повсеместно видим там чего мы достигли те чудеса которые у нас внутри проявлены они могут дать нам такую силу которая просто ну и не снилось ни в каких фантастических фильмах еще не показано но для того чтобы это обрести то есть есть разные подходы потому на прошлом эфире мы немного затронули тему святости да то есть подход через аскезы определенные через определенные какие-то измененные состояния через связь там другими какие-то существами там с чем-то божественным там или в определенных местах силы да вот люди ищут опять же какие-то ключики к тому чтобы и свое тело преобразить и свой дух укрепить там и так далее да есть методы там опять же технологически там какой-нибудь биохакинг там то есть можно и есть каким там таблетки либо бады либо еще раз какие-то практики делать там дыхательные там как минимум практики закаливания еще что-то да все это для того чтобы обрести власть над собой как минус спорт зарядка правильного образа жизни зош там и так далее опять же чтобы сохранить хотя бы ту власть над собой которую мы имеем потому что если мы утрачиваем хотя бы чуть-чуть эту власть если мы там условно мочевой пузырь не контролируем нам уже тяжело как бы и жить и объединяться и самоуправлением заниматься если на своем уровне не получается потом еще раз власть над собой наивысшая власть вот но для того чтобы максимально к этому прийти в любом случае надо и снаружи проявлять себя поэтому я считаю что власти чураться не стоит стыдиться власти не стоит к власти нужно на всем стремиться но подходить нужно к этому максимально ответственно вот я считаю что власти должна базироваться на принципе что после тебя должно быть лучше чем до тебя вот это главное такое человеческое правило которым всегда нужно следовать вот и да если мы ранее чего-то светлого во имя чего-то светлого объединяемся для того чтобы управлять определенными процессами вот то у нас получится то есть я считаю что все мы в этот мир приходим не жертвами вольными человеками существами да и с таким подходом максимально получая правда обратную связь от вселенной как она нам событийный ряд и мироздание но в любом случае вносит определенные корректировки и подсказывает вот если мы научаемся слышать и делаем правильные шаги и не безосновательно именно основательно ответственно подходим к власти над определенными процессами в том числе и в обществе да и у нас получается вот и в любое время и в наше время это возможно возможно и самоуправление возможное объединение в различные структуры и еще раз как мы затронули на прошлом эфире этой кооперативы и общины и артели и фонды и там все что угодно акционерное общество любая форма объединение в прошлый раз я задал эти вопрос про мировоззренческую основу где тот пример какой то есть сказал православие но не совсем то которое сейчас в христианстве а православие исконное истотное которое всегда было в славяно-русских народах и в том числе и народах коренных и наши уклады в общем то они сходятся если внимательно мы посмотрим на то как живут люди по всей земле ну в частности в россии современной да то мы увидим отбрасывая если вот эти обертки религиозные какие-то теософские философские мы увидим что основа то в общем то одна отношение к рождению ребенка отношение к своей семье отношение к мужу к жене к своим предкам они одинаковые там дальше уже начинаются какие-то дополнения может быть территориальные условия жизни и потом уже религиозные потом уже какие-то управленческие да в зависимости кто к власти пришел и так далее но вот вот это все если настройку выбираем то мы здесь едины все и вот на этой основе можно-то и объединяться так вот когда я слушаю высказывание о том что здоровый человек может объединиться с другими здоровыми людьми я сейчас спрашиваю для чего и вот предыдущая передача как раз этот вопрос а для чего бандит тоже объединяется это сказал что это нездоровые люди больные так вот есть такая очень простая практика и понимание как определить правильно я что-то делаю в жизни или неправильно правильная мысль либо неправильно объединяясь для чего это нужно или не нужно первый уровень это но полезно мне или не полезно мне потому что если то дело которыми я занимаюсь разрушает меня то в этом случае он стоит вопрос а зачем этим делом занимаюсь но потребляю например наркотические вещества алкоголь да но вроде бы многие от этого общая это какой-то кайф хотя я никогда кайф вообще не ощущал и поэтому мне проще было в это дело не сваливаться ну по природе я такое у меня шут сверху такое было но не тянут не к алкоголу вообще никаким наркотиком не знаю почему они тянут вот и поэтому зачит понимает что это разрушение о чем это мне занимается либо когда он занимается каким-то видом спорта ну который его травмируют до либо он там пирсингом который занимается, которая травмирует его телу, ну и так далее. Вот он понимает, что это не нужно. Все. С этим определились. Выгодно мне невыгодно, нужно мне не нужно. Но это недостаточно, потому что он может переходить тогда в следующий этап, когда он будет от жизни брать все за счет других. Он превращается в паразит. И поэтому необходимо на второй этап подниматься, на второй уровень. Помимо того, мне выгодно невыгодно. А окружению, близкому моему, семье, выгодно, невыгодно? Ну, моим родственникам, выгодно, невыгодно? Не буду ли я их разрушать? Не буду ли я их грабить? Не буду ли я их уничтожать Но это тоже такой вопрос большой Хорошо, семье-то твоей здорово А окружению, не воруешь ли ты у мира У общества И в этом смысле слово мир произношу И чтобы твоей семье было хорошо Но при этом общество будет разрушаться А если общество разрушено, как тогда семье будет хорошо Ее уже могут уничтожить Как паразитскую, паразитарную И тебе тоже будет плохо Поэтому надо смотреть, а выгодно это или не выгодно Еще вот этому нашему сообществу Следующий уровень Это уже на уровне страны, державы и всего мира Вот когда все эти уровни складываются Да, выгодно мне, выгодно семье, выгодно обществу Выгодно стране и державы Тогда да, все в своем месте Тогда мое мировоззрение правильно Мы и природу не разрушаем Как внешнюю, так и внутреннюю Мы уклады семейные не разрушаем И общество у нас хорошее и так далее Вот эти основы Тобой приемлемы, они для тебя подходят Либо может у тебя есть какие-то свои взгляды на жизнь Ну для меня это очевидные основы Вообще очевидные такие Базовые Вот Я единственное, что я сейчас уже вот проговорил Видимо у меня свое какое-то там восприятие Терминология Еще раз Власть Влияние На свою жизнь На жизнь своих детей На жизнь своей семьи На жизнь своих родственников, близких, друзей На все общество Да Оно возможно сообща Ну может там один Не знаю сколько тут человек есть в мире Которые ну настолько Уже продвинутые Которые Самостоятельно в одиночке В одиночку способны Влиять на все И на всех И всех своих детей защитить И внуков И правнуков И создать Запрограммировать событийный ряд Таким образом Чтобы у всех все было хорошо Чтобы род жил Процветал Развивался Познавал Но в одиночку Обычно это сложно Особенно в нашем Очень динамичном мире Особенно в век информации Когда потоки информации Стали в тысячу раз Мощнее Технологии быстрее Внедряются Просто тут Ну Раньше на конях Надо было там Две недели куда-нибудь ехать Да Сейчас просто там За 30 минут Бам Прилетел Там Вот Или Или война Или еще что-нибудь Или переселение людей Что угодно может быть Поэтому даже Где-то на земле Вот если ты там Обосновался Это не факт Что там Завтра танки не приедут И все это не передали Вот Поэтому очевидно Что объединяться И сообща Выстраивать Жизнь Структуру Нужно Хорошо Когда мы объединяемся Это означает Что не я один Существую А еще и Много-много людей Которые со мной взаимодействуют С которыми я взаимодействую А это означает Что необходимо Между нами Чтобы был лад Ну сейчас многие говорят Слово гармония Гармония Не наше слово Поэтому я применяю Слово лад Когда мы в ладу живем Когда в согласии У нас все дела делаются То тогда вот это объединение Оно Не натянутое Оно естественное получается Это вот первый вопрос Такой вот Как этого лада достичь Из этого вот Моего повествования Вытекает И второе Кто какое место В нашем сообществе Должен занимать Ведь Ну даже в футбольной команде Есть вратарь Есть нападающий Есть защитник Ну и так далее Есть еще и судьи Есть еще и зрители Есть человек Обслуживает И так далее И наверное Не стоит менять Вратаря на нападающего А какого-нибудь зрителя Взять и поставить тренером То есть каждый должен быть На своем месте Поэтому как нам достигать Согласия в семье и обществе И кто на каком месте Каким образом Должен оказаться Алексей Благодарю Прекрасные вопросы Они все Дополняют тему Потому что И здоровье Во всех аспектах И Проявление в обществе И кто на каком месте Это все вот воедино И на самом деле Оно объясняется С точки зрения биоэнергетики То есть Есть вот Допустим Различные касты Есть мудрец Есть там воин Есть там Ну вот Многие придерживаются Еще таких вот Восприятий Либо мы приходим сюда С определенными задатками Либо мы взрастаем До определенного уровня Развития постепенно Да Вот в Индии Вообще там очень мощная Кастовая система Там и так далее То есть есть мудрец Есть воин И есть Ну какие-нибудь Торговцы Наемники Там Либо И есть Определенные Там Какие-то там Мастера Какие-то Работники Там Не знаю Земледельцы Там Разные уровни Развития И если говорить О мудреце И воине Вот я размышлял Что их отделяет Прежде всего Если воин Заменить на слово Деятель Управленец Деятель Вот А собственно Человек вообще То есть Вот мы от этого Сегодня отталкиваемся Что он пришел сюда Чтобы влиять То есть он в любом случае Он здесь присутствует Он влияет Осознает он того Или нет Если он хочет быть Осознанным То он влияет Осознанно Он в любом случае Влияет Итак Что отличает Человека Воина Тире Управленца Тире Деятеля От человека Мудреца Урой Биоэнергетики То есть Если у мудрецу Дать Вновь Молодость Сохраняя Весь его Накопленный Опыт И так далее Если Он будет В разы Здоровее Даже физически Чем Все вокруг Ну очевидно Что он сам Начнет воплощать Многое Вот Если он Допустим Для простоты Понимания Чисто Вот математически Если он В тысячу раз Быстрее Сможет Самостоятельно Все сделать Чем Кому-то Там Научать Ну Возьмем Там Инженера Засылаем Его На остров Где Пигмеи Какие-нибудь Эти Ну Которые Просто С копьями И луками Бегают Очевидно Что инженеру Самостоятельно Выстроить Заново Самолет Починить Радиостанцию Создать Будет проще Чем их Научить Вот Поэтому Мудрец С Биоэнергетикой Это Еще более Мощный Деятель Вот И То Что я Хочу Привнести Это Чтобы Люди Ну Как бы Стремились К обретению Мудрости Пониманию Мироздания Тире Адекватности Тире Трезвости Максимальной Да И Чтобы Естественно Они Действовали Не только Понимали Ведали Да Ну Что бы Они Делали То есть Объединение Мудрец Мудрец Деятельности А вот Две Других Касты То есть Это Либо Более Мелкая Как я вижу Энергетика Что Что им Не хватает Чего-то Для того Чтобы Еще Больше Познать Еще Больше В голове Одновременно Удержать Еще Больше Ответственности На себя Взвалить Вот И они Поэтому Действуют Ну Скажем так Более Индивидуально Это Либо Личная Нажива Либо Ну Что-то Более Мелкое Вот И Собственно Отвечая На вопрос Как же Там Нам Выстроить Государство Будет ли Кухарка Управлять Государством Да Будет ли Там Болельщик Вместо Вратаря Вратарь Вместо Болельщика Либо Все-таки Какая-то Структура Будет Ну Очевидно Что Во время Переходного Периода От Энергодефицитного Состояния В которое В которое Нас Искусственно Ввели И Вводили Просто Столетиями Там Если не Может быть даже Тысячелетиями Вот Еще и Память Возможно Стирали Из этого Энергодефицитного Состояния В избыточное Человеческое Состояние Вот На момент Этого Перехода Нужна Определенная Структура И понятно Что тот Кто может Сейчас Управлять Он управляет Кто может Просто делать Берет и делает Как там Некоторые Говорят Мотыгает Свой Участочек Мотыжит Ну и так далее То есть Но Нужно Отдавать Отчет Что тот Строй Скажем так Который Уже Длительное Время Существует Это Не Человеческий Строй То есть Власть Человека Над Человеком Это Преступно Вот Когда Человек Властвует Над собой И Властвует Над Процессами Причем Таким Образом Чтобы Еще раз Жизнь Поддерживалась И Выстраивалась Все Все Эти Сот Миллион Экосистем Миллиарды Живых Организмов Взаимодействуют Между Собой Для того Чтобы Поддерживалась Жизнь И Определенные Смыслы Раскрывались Для Это Человек Здесь В этом мире Если Человек Начинает Властвовать Над Другим Человеком Вот Как Темные Темные На самом деле Не Объединяются Они Всегда Стремятся Подчинить Себе Других Вот Поэтому Они Редко Достигают Синергии Вот Синергия Это Значительное Взаимоусиление Вот В общем Иерархия Иерархия Больше Свойственна Роидам В общем Это Муравьи Пчелы Это Возможно Там Какие-то Другие Существа С Жесткой Градацией Где Определенные Особи С весьма Ограниченными Способностями То есть Какой-нибудь Самый Мелкий Муравей Вот Он Способен Только Пережевывать Листья Или Только Следить За Куколками И так Далее Матка Способна Рожать Солдаты Способны Воевать И так Далее Но Они В той или иной Степени Все ограничены Человек Существо Уникальное В целом Человек Способен На любую Деятельность Есть Есть Определенные Физиологические Как бы Вот Моменты Для того Чтобы Мне Балетом Заняться Мне Надо Очень Сконцентрироваться Растяжку Делать Еще Что-то Делать В итоге У меня Все равно Получится Захочу Я там Крестиком Вышивать Тоже Это Мне потребует Внутренних Больших усердий Концентрация Но У меня Получится Стихи Писать И Рифмовать Научусь Каждый человек Он способен На многое В зависимости С того Что мы Тренируем То у нас И развивается Те Кто Мозг Савельев И другие Изучают И говорят Что там Некоторые отделы У нас 40 раз Более увеличены Чем У тех Кто эти отделы Мозга Не использует Например Но Есть В общем Ключевое Есть Анархическое Общество Где Все Максимально Самодостаточны Сильные И выстраивают Горизонтальные Связи Есть Иерархическое Общество Где Так или иначе Все С разными Способностями С разным Доступом К информации И так далее Вот И Есть еще Гетерархия Это Переходная Между Вот этими Двумя Скажем так И такое Дополняющее И Простого Короткого Ответа На такие Вопросы То есть Ну Дать невозможно Либо это будет Слабенький Ответ Ключевое У нас Переходный Этап Нам Представить Выстроить Человеческое Общество Оно еще Не было Выстроено Были Опробованы Разные Режимы Жесткий Режим Мягкий Режим Какой-нибудь Капитализм Социализм Фашизм Еще Какие-то Измы Были Выстроены Но Человеческое Общество Уже Давно Никто Не Наблюдал Называть Где Человек Над Человеком Не Властвует Где Все Живут В ладу И Дополняют Друг Друг Но Такая Мечта Я думаю Она Достижима Если ее Оформить Как цель Простроить Промежуточные Цели И найти Друг Друга Хорошо И получается Что Те люди У которых Правильно Работает Мозг Те Которые Имеют Верное Мировоззрение Основы Мировоззренческие То В этом Случае Они Находят Согласие Друг С другом И Тогда Латва У нас Приходят И в семьи И в общество Правильно Я тебя понимаю Конечно Это Как следствие Правильного Внутреннего Стояния Мы Сейчас Живем В эпоху Капитализма И Нам Часто Телевизоров Всяких Рассказывали О том Что Капитализм Может быть С человеческим Лицом Но Практика Показала Обратное Что Как вы Не говорите Капиталисту Ай-яй-яй Ты Не следишь За тем Чтобы помогать Обществу Ты слишком Много Себе берешь Ну вот Сколько Не говори Волку А он Кушать Все равно Хочет Он Все равно Будет Таскать И Нет Того Преступления На которое Не пойдет Капиталист Рать 300% Прибыли Это Цитата Написана Была На Капитале Карла Маркса И была Карла Маркса Еще из Более Старых Высказываний Более Развернутых Так вот В нормальном Человеческом Обществе На мой взгляд Не должно Быть Цели Наживы Получения Капитала Любым Способом А должно Быть Что-то Такое Взвешенное То есть Чтобы человек Мог проявлять Свои Природные Стремления Творить Созидать Предпринимать Какие-то Действия И в то же Время Не разрушать Ни себя Ни семью Ни общество О чем мы говорили До этого И получается Что Иностранное Слово Бизнес Надо перевести В русское На русский Язык Это получится Дело Так вот Когда дело Само по себе Ради Наживы Это Разрушение Когда дело Встроено В общественное То тогда Это обогащение Всех Вот скажи мне Пожалуйста Ты видишь Грань Какую-то Разделение Между Вот тем самым Капитализмом И между Тем что В древности У нас на Руси Называлось Предпринимательство Дела Какие-то Что-то такое Что Обогащало И Самого Производителя И тех С кем он Рядом Находится Ну я думаю Хорошо Здесь уместно Вспомнить Выражение Ничего личного Только бизнес Я думаю Вот это выражение Слышали все Вот И именно Поэтому Слову бизнес Мы придаем Негативный Оттенок Во всяком случае В России В странах В странах Постсоветского Пространства Есть такое Что негативный Оттенок Слову бизнес Часто Придается Вот В западном Мире Наоборот То есть Там Действительно Деньги На первом месте Вот Есть еще Какие-то Опять же Наши братья Которые Нуждаются Там В помощи Да Вот И человек Ничего Не предпринимает Ну это Так себе Человек Как бы Логика Простая Да Вот И опять же Есть выражение По делам Судите То есть Дело Это очень важно И желательно Чтобы каждый Человек Нашел Своё Увидел Своё Предназначение Вот Определил Для себя Свою Какую-то Миссию И вот Занимался Делами Следуя Своему Предназначению Зачем Вот он Здесь Что у него Максимально Хорошо Получается Да И оформил Это В какую-то Деятельность Вот Собственно Я Лично Мне Интересна Оздоровительная Деятельность Потому что Это то Чего Максимально Я считаю В мире Не хватает И то Что является Залогом Любой Другой Деятельности Творческой Деятельности Там Какой-то Познавательной Научной Деятельности Либо Ещё Какой-то Деятельности То есть Здоровье Это На основу Всего Одновременно С этим Есть Миллион Других Каких-то Мелких Направлений Которые Как-то Делают Нашу жизнь Более Комфортной Кто-то Я не знаю Цветы Например Выращивают Продают Кто-то Ещё Бижутерия Делают Миллион Чаи Что угодно И очевидно Что Лучше Всего Это Если Высокий Уровень Организации Это Опять же Объединение Людей В общины Артели Кооперативы И дальше Просто Закрываются Базовые Потребности И там Может быть Прибыль Ноль И налогов Ноль И при этом Все довольны Счастливы И процветают Но Из-за того Что очень много Отвлекающих факторов И у людей Банально Не хватает Времени И сил Внутренних Именно сил Не хватает Время Это абстракция Для того Чтобы Изучить Вообще Что такое Кооперативы Изучить людей Вокруг И найти Среди них Тех С кем Можно Действительно Объединиться Уже сейчас Да Вот То Привод В итоге Часто Практически Подавляющее Большинство Людей Приходит К тому Что Проще Обменяться Деньгами Деньги На товар Товар На деньги Там Услуги И так далее Вот Опять Товаро-рыночные Отношения И здесь Уже дальше Соответственно Разговоры О бизнесе Или не Бизнесе Просто Неуместны Потому что Слабые люди Язык денег Понимают Намного проще Чем Человеческий Язык Я это Увидел Из практики Я вот Четыре года Веду Ютуб канал Биопатриот Да Я Объединился За эти Четыре года Примерно С сорока Ютуб каналами Общая аудитория За 9 миллионов человек Выстроил Сотрудничество С ними Многократно За эти четыре года Я говорил о том Что любую мою продукцию Можно получить И безоплатно Можно И бартером То есть обмен Ну в общем Суть главная Это чтобы От халявы И паразитизма К обмену энергии Взаимообмена В общем В общем Как к взаимоусилению Да Вот Но Это дает Намного Меньшие Результаты Даже такие предложения Акцентирование Маги На этом Чем Просто Обмен на деньги Это оказывается Для большинства людей Проще Не заморачиваться Не думать Ничего никому Не разъяснять Самостоятельно Ничего не понимать Никому ничего не рассказывать А просто Дать денег Оказывается И язык денег Нам сейчас так привили Как универсальный язык И нам конечно От этого Нужно уходить Потому что Деньги печатаем Не мы Деньги печатают Для нас другие И постоянно Обесценивает Получается Инфляция То есть Обесценивает Всего того труда Который мы проделали Тем что постоянно Выпускается Новая какая-то Валюта И бизнес Который Завязан На деньги Он является Тоже Определенного рода Проводником Денег И проводником Этих Разрушительных сил Вот Поэтому Это опять же Временное Такое Средство Временное А по хорошему Это Ну опять же Правильная Организация Сейчас Вот там Какой-то Цифровой Рубль Собираются Вводить Еще Какие-то Цифровые Валюты Есть И Там Всякие Биткоины Коины Разные То есть Это уже Давно Есть То есть Разная Система Учета В Китай Водят Степень Лояльности И не только В Китае Человека Перед Государством А вот Если у него Допустим Недостаточно Лояльности Ему Вообще Не разрешат Может быть Покупать И продавать Что-то Определенное То есть Разная Система Организация Может быть Вот Ну опять же Если Государство Для человека А не человек Для государства Если система Для человека А не наоборот И деньги Для человека А не наоборот То в целом Ну эти инструменты Можно использовать Пока опять же Мы не перейдем В человеческое общество Ну что ж Понятно Что Грань между Бизнесом Капиталистическому Представлению И предпринимательством И делом Довольно таки Ясно Непонятная Если в бизнесе Главное Получить деньги Скопить капитал И дальше Его приумножать То в деле Главное Чтобы было Польза Была польза И человеку И семье И обществу Этому миру И тогда Мы не гонимся За какой-то Сверхприбылью А мы понимаем Что производить Нужно то Что полезно То что нужно И производить так Чтобы не разрушать Ни себя Ни окружающую среду Ни природу А чтобы сохранять Сохранять нашу землю Сохранять природу Сохранять Семья самих Ну и преувеличиваться На нашей земле И чтобы не просто Преувеличиваться В количестве А еще и В качестве Чтобы рождались У нас Человеки Ну что ж Благодарю тебя За очередную Интересную беседу Интересный разговор Всем желаю Добра Радости Счастья Мира И любви Быть добру Благодарю Друзья Алексей Редактор субтитров